12 апреля государственное телевидение Северной Кореи объявило о том, что спутник, запущенный ранее в тот же день, не вышел на орбиту, а также что причины этого выясняются. Министр обороны Южной Кореи также подтвердил информацию о неудачном запуске ракеты-носителя, которая, по данным властей КНДР, должна была доставить спутник в околоземное пространство. Между тем, власти Японии сообщают, что, согласно их наблюдениям, ракета после запуска пролетела минуту и, развалившись, упала в океан, не попав на японскую территорию. «Мы получили информацию, что был запущен какого-то рода объект. По-видимому, он пролетел чуть больше минуты, после чего упал в океан. Нашу территорию это никак не затронуло». Северная Корея заявляла ранее, что с помощью ракеты «Млечный путь-3» она планирует запустить на орбиту метеорологический спутник. Однако другие страны уверены, что это, как и в 2009 году, испытание баллистической ракеты. США и Япония называют запуск провокации. 13 апреля Совет безопасности ООН намерен провести экстренное заседание для обсуждения возможных мер в ответ на действия властей КНДР. Тем временем власти Филиппина объявили, что территории, над которыми предположительно должна была пролететь ракета, вновь открыта для мореходства и полётов.